Добрый вечер! В эфире новости дня в студии Анна Втюрина. Я и мои коллеги познакомим вас с главными событиями к этому часу. И вот некоторые темы этого выпуска. Добрый вечер! Это статистика жертв поддельного алкоголя. В Октябрьском районе на больничной койке в критическом состоянии оказался 26-летний местный житель. У него тяжелейшее поражение глаз и другие последствия употребления дешевого спиртного. Подробности в материале наших корреспондентов. Сколько пальцев? Четыре. А так? Пять. Зрение медленно возвращается к Антону. 26-летний молодой человек. Седьмая по счету жертва суррогатного алкоголя в области. С трудом парень рассказывает, что отравился во время застолья. Со знакомыми крепкое спиртное. Они употребляли и на протяжении нескольких дней. Среди бутылок оказалось и некачественное спиртное. Да вот, кто-то принес. А кто принес, никто не знает. И получилась такая вот. Там же и написано, что выпишешь и помрешь сразу. В реанимацию Октябрьской ЦРБ молодого человека доставили в воскресенье. Родственники вызвали скорую, когда парень начал резко терять зрение. Медики сразу поставили диагноз – отравление метанолом. Он уже несколько раз к нам поступает в отделение реанимации с выраженной алкогольной интоксикацией. Пролечим, уходит. Через определенное время какое-то опять у нас появляется. Молодой человек злоупотребляет спиртным. В этот раз, возможно, это спасло ему жизнь. На востоке области пострадавшие от суррогата употребляли алкоголь в чистом виде. Житель Октябрьского выпивал некачественный алкоголь вместе с другим спиртным. Как это не банально, как это не парадоксально, но это отравление снять можно только чистым алкоголем, потому что идет замещение. По некоторым данным, отравление в Октябрьском произошло от спиртного, которое продавали под видом казахстанского. Во всех подробностях происшествия пока разбираются у правоохранителя, пострадавший молодой человек с алкоголем пообещал ненадолго завязать. Не знаю, пока первое время не хочу сейчас упивать. Потому что после больницы-то... Анастасия Матвеева, Роман Боричев, Новости дня. В Орске установлена причина массового отравления школьников. Напомним, в 15-й школе города в ночь с 1 на 2 декабря были госпитализированы 43 человека. У 20 детей и одного повара пищеблока в лабораторных исследованиях выделен норовирус. Расследование Роспотребнадзора показывает, в организм вирус попал через пищу. Он содержался в салате из свежей капусты. По остальным случаям заболевания школьников проверка продолжается. Деятельность пищеблока приостановлена. Лабораторные исследования продолжают вести. Исследуются суточные пробы пищевых продуктов питания, воды и смывы с объектов окружающей среды. К административной ответственности привлечены поставщики продуктов, работник пищеблока и директор школы. Устроил поножовщину и свел счеты с жизнью. Бытовая ссора между жителями Новотроицка привела к трагическому финалу. Как сообщают корреспонденты Орск.ру, ссора произошла между соседями. Женщина решила заступиться за своего мужа и поплатилась за это. Разъяренный сосед нанес ей ножевой удар по горлу. Еще несколько ударов ее супругу. Окровавленные потерпевшие смогли выбраться на улицу. В это время сосед забаррикадировался в своей квартире и угрожал взорвать себя. На место происшествия приехали все оперативные службы. Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг дома, а ОМОН проник в квартиру. Там они обнаружили тело мужчины. Дебошир покончил жизнь самоубийством. Мужчина был 1965 года рождения. В настоящее время женщина находится в больнице в критическом состоянии. Ее муж с резанными ранами лица дома. Следственный комитет работает на месте происшествия. Обстоятельства дела выясняются. В Солилецке сегодня решали судьбу железнодорожного участка, связывающего Уральск с Оренбургом. Первую рабочую встречу с директором филиала железных дорог Казахстана провел губернатор Юрий Берг. Солилецк – один из малых городов, в котором мирно уживаются и узловая станция, и государственная граница. С трех сторон его окружает территория Казахстана. И станция Илецкая принадлежит не РЖД, а КЭТЭЖ – Казахстан-Тимиржалы, что переводится как «железные дороги Казахстана». По станции до последнего времени ходили в основном поезда внутреннего сообщения – Алматы-Уральск, Астана-Уральск, АКТБ-Уральск. А для поездов РЖД, такие как Уфа-Ташкент, эта станция является крайней. Так как Солилецк с каждым годом все более становится туристическим, то по его территории пройдет скоростная магистраль – Уральск-Астана. Как при этом будут работать четыре переезда – вопрос непростой для обеих сторон. Для нас, для оренбуржцев, закрытие переезда – это очень важно, жизненно важно, потому что населенные пункты отрезаются и так далее. Я думаю, все вопросы найдут свои положительные решения. Ну и, как всегда, рада встрече. Понимание о сотрудничестве достигнуто. Наши соседи переведут переезды в разряд охраняемых, организуют 16 новых рабочих мест, чтобы обеспечить безопасность на них. А это еще один тревожный объект на курорте – Центр развития культуры. На его базе планируется разрабатывать кривические программы, создавать экскурсионные маршруты, открывать точки информации для туристов. Новое учреждение должно было открыться в этом году, но подрядчики задержали сроки, поэтому они держали серьезный ответ перед губернатором. Елена Давыдова, Виктор Яковлев, Новости дня. Развитие Новотроицка обсудили сегодня в правительстве области. Губернатор Юрий Берг провел совещание по развитию моногорода. Участниками дискуссии стали представители местного муниципалитета, руководители промышленных предприятий и члены фонда развития моногородов. О сложной ситуации в Новотроицке докладывал сам глава города. В частности, он озвучил несколько неутешительных цифр. Население моногорода сократилось за последнее время на 5000 человек. Безработица выросла на 0,4%. Снизилась и инвестиционная активность. За 9 месяцев этого года в муниципалитет поступило 2,201,000,000 рублей. Это 97% к уровню прошлого года. Такое положение сложилось из-за недостаточно развитой инфраструктуры для инвестиционной привлекательности, а также трудовая миграция. Несмотря на это, положения в Новотроицке не безвыходные. О планах по его развитию рассказал генеральный директор фонда развития моногородов. Сильно городообразующие предприятия. Металл-инвест, уральская сталь. Он освобождает сейчас цеха. У нас есть ряд проектов, когда мы такие цеха занимаем новыми производствами. Нужно просто понять, есть ли спрос на эту продукцию, и можно ли там что-то приземлить, либо проще закрыть и не мучиться. Это первое. Второе. Есть разные пока, ну скажем, малые и средние предприятия. Это индейка, да. Есть идеи по шприцам строительства завода, но нужно двигаться дальше идеи. В целом в проекте развития предусмотрены три направления. Первое – создание необходимой инфраструктуры. Этот процесс фонд развития моногородов готов профинансировать. Второе – это создание альтернативных городообразующих предприятий. И третье направление – образовательное – создание управленческой команды. Как вариант, специалисты допускают создание и конгломерата из Орска и Новотроицка. День рождения Оренбуржья. Сегодня наш регион празднует официальную дату основания. В привычных нам границах Оренбургская область была образована 7 декабря 1934 года. Сегодня Оренбургская область – один из крупнейших регионов России, с населением чуть больше двух миллионов человек. Только с начала 2015 года в Оренбуржье появились на свет больше 25 тысяч новорожденных. Оренбуржье по праву является одной из главных житниц России. Торговыми партнерами региона стали больше 80 стран мира. С днем рождения области поздравил губернатор Юрий Берг. Глава региона отметил, что Оренбуржье – это сердце Евразии, соединившее две части света – обычаи и культуру Европы и Азии, Запада и Востока. Область уникальна своими природными ресурсами, богатым национальным колоритом, традициями дружбы, добрососедства. А сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами на телеканале ОРТ Планета. Будущее экономики в их руках. Сегодня в Оренбурге назвали лучшие предприятия и муниципальное образование области. Конкурс «Лидер экономики» в этом году собрал наибольшее число номинантов. О том, кто же стал лучшим, в нашем следующем сюжете. В зале торжеств правительства – деловая элита Оренбургской области. Конкурс «Лидер экономики» проводится уже 15 лет. И с каждым годом интерес к нему со стороны бизнес-сообщества только возрастает. В этот раз на областной этап вышли больше сотни номинантов. Это свидетельство того, что, несмотря на напряженную экономическую ситуацию, Оренбуржи не сбавляет темпов производства. Главную награду – золотой знак «Лидер экономики» – газовики получают практически ежегодно. Общество «Газпромдобыча Оренбург» – крупнейшее предприятие газовой отрасли страны. И один из флагманов экономики Оренбуржья. Приятно то, что у нас в Оренбуржье столько и таких предприятий. У нас надежная промышленность, надежный агропромышленный комплекс. Сегодня смело можно сказать, что Оренбуржье вносит достойный вклад как в экономику России, как в промышленности, так и в сельском комплексе. Впереди всех газовики не только по производственным показателям. Предприятие одержало победу также в номинациях «Экологическая ответственность» и «Организация высокой социальной эффективности». Когда просто работаешь и знаешь, что есть коллектив единомышленников, есть люди профессиональные, которые прошли хорошую школу и уже три поколения газовиков отработали. Тогда легко, тогда не думается, просто работаешь и все. А результат? Ну, результат пусть оценивают другие. Золотой знак «Лидер экономики» – это авторитетная награда. Газовики получают ее в девятый раз. Это еще одно доказательство того, что предприятие «Газпромдобыча Оренбург» работает стабильно и надежно. Впереди новые планы и достижения. Оксана Боричева, Виктор Яковлев, Новости дня. 40 лет промыслу в эти дни отмечается юбилей установки комплексной подготовки газа номер 3 Газопромыслового управления общества «Газпромдобыча Оренбург». Что изменилось на промысле сегодня, нашим корреспондентам рассказали те, кто стоял у его истоков. Четыре десятка лет назад они добывали здесь первые миллиарды кубических метров газа. Чуть позже были признаны лучшие оперативно-производственные службы Министерства газовой промышленности. А сегодня, будучи пенсионерами, пришли навестить рабочую площадку, которой отдали большую часть своей жизни. Среди тех, кто стоял у истоков промысла – Александр Маткин. Ветеран производства прошел свой трудовой путь от слесаря контрольно-измерительных приборов до начальника установки. Он 14 лет стоял у руля промысла. Каждый винтик, каждую задвижку помню. При моем участии здесь добыто газа было за этот период времени, сколько я проработал. 160 миллиардов кубических метров газа, 5,7 миллиона тонн конденсата. Спустя десятилетия дела ветеранов продолжает молодое поколение газовиков. В их числе немало тех, кто пошел по стопам своих родных. Вот и сын Александра Маткина решил продолжить дело отца. Будучи еще в юном возрасте, лет в пять, в шесть, отец, работая здесь замначальником на этом промысле, брал меня с собой в выходные дни, приезжая, допустим, сюда еще в какие-то дни. И мне уже с детства понравилось производство, и как бы с юных лет я уже загорелся работать здесь. В свой 40-летний юбилей промысел отметился как лучшее подразделение газопромыслового управления по эстетическому и технологическому состоянию объектов. Не прекращается на установке, совершенствовании оборудования. К юбилею родной установки нам был проведен большой капитальный ремонт факела высокого давления. Но факел является, наверное, можно сказать, утрированно так, легкими установки и всего фонда «Скважина КПГ-3». Одно поколение промысла сменяется другим. Однако неизменным остается дружественная атмосфера в коллективе, скрепленная взаимоуважением, поддержкой со стороны коллег по производству и руководства газопромыслового управления. И, конечно же, в юбилей принято дарить множество подарков. Ну и день рождения, без подарка не ходят, поэтому вот сертификат, потом завтра или сегодня приедете, получите. Холодильник и вези. Спасибо, Анастасия. Александр Сергеев, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Международный фестиваль Мстислава Ростроповича завершается. Сегодня на сцене областной филармонии солисты Центра оперного пения Галины Вишневской представят оперу Римского-Корсакова «Царская невеста». О том, почему этот фестиваль оренбуржцы встречают с особым восторгом, в сюжете Анны Золотухиной. Это поистине международный фестиваль. На сцене музыканты разных стран и все именитые, их таланты давно почитаемы. Симфонический оркестр имени Светланова из Москвы, дирижер из Словакии, солисты, скрипачи, виолончелист из Великобритании и Уругвая. Музыка – тот язык, который всех объединяет и всем понятен. Возможность увидеть и услышать то, чего даже в Москве не всегда удается. Фестиваль Мстислава Ростроповича проходит на оренбургской земле уже в третий раз. Великий маэстро, выдающийся виолончелист, связан с Оренбургом. Он жил здесь вместе с родителями в годы эвакуации. Учился, а годы спустя уже сам давал мастер-классы студентам. И сегодня его дочь Ольга свято чтит память отца. Мне безумно приятно всегда приезжать в этот город и чувствовать теплоту. Вот, знаешь, прямо в воздухе чувствуешь такая теплота, как ваши оренбургские платы. Я хочу от имени всех оренбургцев сказать вам большое спасибо, поблагодарить за то, что вы делаете. И поблагодарить за ту вот необыкновенную память об Оренбурге и об Оренбургсах. Я очень хочу, чтобы этот фестиваль жил многие, многие, многие годы. Музыканты и поклонники таланта Ростроповича уверены, фестиваль не потеряет своей популярности и востребованности. На протяжении всей жизни Мстислав Леопольдович помнил о городе своей юности и не раз возвращался сюда. А сегодня его помнят и чтут во всем мире, в том числе и в Оренбурге. Человека, очень много сделавшего для развития культуры и объединения людей во всем мире. Анна Золотухина, Игорь Бероев, Новости дня. Шалом возвращается. Знаменитый когда-то в Оренбурге фестиваль после долгого забвения решено возродить. Организаторы подчеркивают, шалом – это не только праздник еврейской культуры. Он объединяет представителей всех национальностей. Откроется фестиваль уже в это воскресенье. Кто порадует на сцене своим творчеством, журналистам рассказали на пресс-конференции. Звезды эмористического жанра – Ефим Шифрин, Клара Новикова, Юрий Аскаров, а также Московский еврейский театр обещают сделать незабываемым первый после возрождения шалом. Кстати, название с еврейта переводится как «Мир», «Мир Дому Твоему». Таков и посыл фестиваля. Еврейская община, еврейская национальность, она сегодня занимает, ну что ли, одно из интересных срезов культурной жизни, и не только в культурной жизни, а нашего края. С 1992 года на протяжении 12 лет шалом имел оглушительный успех. Выступить на фестивальной сцене считали за честь многие известные артисты – Кобзон, Жванецкий, Розенбаум, Измайлов, Воробей. Однако шалом, уверяют организаторы, это не сугубо коммерческий проект. Он имеет также социальную направленность. На него пригласят студентов и представителей различных конфессий. Кроме того, в рамках фестиваля состоится и серьезный разговор за округлым столом – Оренбург, перекресток судеб, где вспомнит, для кого из знаменитых людей наш город стал родным. Стоит отметить, что фестиваль начнется во время кульминации великого еврейского праздника – Ханука, когда отмечается освобождение храма от идолов и освящение его. В честь этого чуда зажигается восемь свечей. Возрожденный фестиваль поклонники шалома тоже воспринимают как своеобразное чудо. Проталина на тропинках, копель с крыши. Аномально ли это для декабря? И долго ли продлится не по зимнему теплая погода? Рассказали оренбургские синоптики. Высокие температуры воздуха и пасмурная погода. Этим Оренбургская область обязана очередному циклону. Благодаря ему с Атлантики интенсивно заходит теплый влажный воздух. Это может быть дождь, снег или мокрый снег. Ветер западный, северо-западный порывистый – до 22 метров в секунду. Местами туманы. Видимость уменьшится до 500 метров и менее. Температура воздуха днем от нуля до плюс пяти, ночью до минус пяти. Постепенно циклон сместится на восток области. К пятнице ветер ослабеет, осадки прекратятся, температура понизится. Ночные от нуля до минус пяти, на востоке до минус десяти. Дневные от нуля до минус пяти. Температура воздуха для декабря выше нормы, на 5-7 градусов. Это, конечно, аномалия своего рода. Но такие аномалии у нас встречаются очень часто. Сохранится опасность тумана. Он может образовываться в любое время суток. Из-за низких ночных температур, возможно, и гололедица. Очередной матч российской премьер-лиги провели баскетболистки Оренбургской надежды. В девятом туре розыгрыша наша команда принимала ивановскую энергию. На паркете СКК Оренбуржья нашей команде противостоял соперник, никогда у нас не выигрывавший. То, что клубы совершенно разного уровня, было очевидным сразу. Не прошло и полутора минут, а гости, не успевая за хозяйскими скоростями, уже набрали 4 командных фала. Первая четверть 22-7. Большое облегчение нашим тренерам. Они усадили на лавку лидеров всю стартовую пятерку и предоставили площадку второму составу. Вдовольные игрались Шилова, Псарева, Майга и набирающая форму после травмы капитан Жедик. Причем все оказались в порядке. Четвертую четверть надежда выиграла 18-9, а всю встречу 78-45, плюс 33. В российском чемпионате у надежды пока абсолютный показатель – 9 побед в 9 матчах. В ночь со вторника на среду в Бельгии наша команда проведет встречу Евролиги с Кастерс Брейном. Анатолий Юденич, Игорь Бероев, Новости дня. К этому часу у нас все новости. Материалы наших корреспондентов вы можете увидеть на нашем сайте media56.ru и в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok